У каждого из нас индивидуальное восприятие красоты. Сколько людей, столько и мнений. Одни мужчины млеют от нежных блондинок с естественным макияжем. Другие же предпочитают жгучих брюнеток с броскими чертами лица. В свою очередь, прекрасная половина человечества выбирает мужчину по своему вкусу. Кто-то сходит с ума по невмеру накаченным молодым людям. Другим особам достаточно солидного костюма и легкой небритости на волевом подбородке. Понятие красоты лишь крайность, и для каждого она своя. Но то, что практически каждый человек видит в своей внешности изъян и остается фактом, мы прибегаем к самым разным методам в борьбе с несовершенствами своего тела. Пластические операции, тренажерные залы, килограммы косметики и другие хитрости современного света помогают нам в этом. Однако со временем меняются и пропорции, и идолы. На арену выходят абсолютно иные эталоны красоты. Есть люди, которые любят экспериментировать со своим телом, и они пошли значительно дальше татуировок и пирсинга. Боди-модификаторы, в отличие от бодибилдеров, занимаются не строительством своего тела, а его изменением, порой до неузнаваемости. Вадим Черноморов Яркий представитель боди-модификаторов. Молодого человека часто приглашают на различные телешоу, которые проходят в Москве и Киеве. Можно смело заявлять, что от недостатка внимания Вадим не страдает. Началось с того, что первый раз меня пригласили на передачу «Самый страшный человек России». Прямой эфир на тот момент еще с Михаилом Зеленским, тогда он был ведущим. Пригласили в главный герой моего друга, Евгения Болотова из Перми. Это парень с самыми большими плагами в губах и в носу в России и в СНГ. У него вот такие диски в губах. Ну и меня пригласили туда. Пригласили на шоу «Детектор лжи», коммерческий проект, и есть возможность выиграть 500 тысяч гривен. Ну я думаю, что попытка не пытка, почему бы не упустить такую возможность. Тем более в Киев я уже летал в конце прошлого года на передачу «Стражин красивая». Он интересный и разносторонний человек. Какую тему не подними, Вадим всегда поддержит разговор. Я вижу, что ты парень разносторонний, по большому счету. Тебе вот в жизни крутиться можно до такой степени, но тебя не остановить, наверное. Мне кажется, в тебе энергия огромная, прям море. Это кажется. На самом деле я достаточно быстро устаю, утомляюсь. Выносливости такой нету. Просто когда работа, на работе человек, я считаю, должен собирать последние силы и всегда быть энергичным. И отдаваться, выкладываться для работы. А так, по сути, я не терминатор. На сегодняшний день свою дальнейшую судьбу он связывает с профессией, которую выбрал еще в школе. Вообще, я вот учился в школе, когда еще был с виду обычным совершенно ребенком. Вот. Я учился хорошо. Часто одноклассники у меня списывали. Вот. Различные материалы школьные. Вот. С этим у меня проблем совершенно не было. Вот. А после школы, вот именно, то есть уже в старших классах, меня начало привлекать именно вот нестандартное что-то, креативное. Вот. И начал увлекаться пирсингом сначала. Потом уже более серьезными боди-модификациями отучился и вот этим занимаюсь. То есть я после школы никуда не поступал, потому что взять, допустим, даже ту же Рязань. У нас пол Рязани, там, бухгалтеров, юристов, да. Но люди как бы имеют корочки и все. То есть у них нету знаний даже базовых. Они купили диплом, либо отучились в платном филиале и все. А я считаю, человек должен быть специалист в своем русле, но хороший специалист. Лучше быть, там, хорошим электриком, к примеру, или даже хорошим дворником, но мастером своего дела, нежели, там, некомпетентным юристом. Так же и все с боди-модификацией. А вот ты общаешься с разными людьми? Да. Я человек общительный, коммуникабельный. Я общаюсь с разными контингентами людей, с людьми разного возраста. Вот. И, в принципе, зависит больше от человека, клеится ли общение с человеком или нет. То есть они от возраста. Я могу общаться и с ребенком. Вот. У меня у самого просто два братика маленьких, сестренка, и я хорошо очень с ними лаживаю. Я собираюсь развиваться в данной сфере, в которой я уже развиваюсь, в которой я сейчас есть. Ну, а заглядывать, как многие говорят, что будет, когда тебе будут лет 40, 50. Я думаю, как ты будешь ходить, когда тебе будет 50 лет? Я думаю, блин, это будет через 30 лет. А буду ли я ходить? Да, буду ли я ходить, да, вообще. То есть глупо загадывать на десятилетия вперед, потому что мы не знаем, что будет действительно тогда. Вот. Поэтому я считаю, что жить сегодняшним днем, просто сегодняшним днем, это тоже как бы плохо. Нужно строить план, ну, непосредственно на ближайшее будущее. Развиваться в ближайшем будущем, а не думать, что, а вот может быть что-то будет через 10 лет, а может быть что-то будет через 20, через 30. Считаю это глупо. Красота понятия субъективная и понятия перебора. Для кого-то там сережка нагубеет перебор, а для кого-то 100% забитого тела и тысячи пирсинговых украшений – это норма. Вот. Я сейчас смотрю, и перебора я в себе не вижу. Я вижу только недобор в плане не то, что мало, просто недоделанный образ. То есть некоторые вещи я для своего образа собираюсь доделывать в ближайшем будущем как раз таки. Ну, вот зная себя, ты сможешь остановиться? Смотря в чем. Если тату вас интересует, то картину можно писать вечно, соответственно, так же и татуировки. То есть ты сделал, даже забил все тело. Можно обновлять работы, можно делать дополнения какие-то, да, что-то в течение всей жизни. Было бы желание, были бы деньги, возможности. Рязань не самый большой город, поэтому любой человек, который хоть как-то выделяется, автоматически становится персоной нон-грата. Вообще скажи, как люди в Рязани реагируют? Все-таки на Ленине... Да, казалось бы, 200 километров расстояние, но отношения людей очень разные, то есть различаются. Некоторые люди с позитивом относятся, как бы, ну, им нравится или не нравится, ну, просто прикольно, да, подходят, фотографируются на улице. То есть это постоянно. Много вслед какой-нибудь критики, а много негатива вплоть до того, что угроз в социальных сетях, на улице кричат ребята, потому что, там, тебе все оторвать надо, там, все дела. То есть сколько людей, столько и мнений. Есть люди воспитанные. Воспитанные человеку, даже если ему не нравится, вот, это, да, он не понимает, зачем это нужно. Он не будет тыкать пальцем, орать вслед, потому что он в первую очередь уважает самого себя. Ну, в принципе, я думал о Питере, думал о Москве, вот, но сейчас, на данный момент, именно вот в этом году, мне комфортнее жить у себя. Соответственно, я человек привычки. Москва рядом, если что, то есть я могу часто ездить туда-сюда, могу в Москве жить правильно, то есть какое время мне нужно. Вот, да и до Питера сейчас Сапсан, тоже быстро можно доехать. Три часа и там. Ну, да, то есть, чисто так. Может быть, в дальнейшем, через годик-а-два, у меня есть планы перебраться либо в северную столицу, либо в Москву. Раз уж подняли тему про родителей, про родных, как они вообще реагируют, нормально? Родители, родные, во-первых, люди другого поколения, и для них, естественно, это еще более чуждо, чем для молодежи. Если я говорю, что молодежь-то не вся воспринимает это столь адекватно, то понятно, что люди средних лет, пожилые люди относятся еще, ну, если не с негативом, то с большим непониманием к этому. Ну, поначалу, естественно, они были против, но сейчас я совершеннолетний, сейчас я зарабатываю, по крайней мере, все мои боди-модификации, я, ну, потратил на них деньги, заработанные мной. Вот. Следовательно, они мне не могут уже ничего не сказать. Говорят, единственное, что там, ну, тело нравится, да, забивай там, то, что можно одеждой скрыть. А лицо вот лучше, ну, не забивай, по крайней мере, татухами. То есть к пирсингу они привыкли, потому что они понимают, что я сниму, это моментально все зарастает. Вот. Ну, как-то вот такое отношение. Восприятие красоты у каждого свое. И главное не то, во что ты одет, есть ли у тебя пирсинг или силиконовая грудь. Главное оставаться человеком. И в какой оболочке комфортно этому человеку? Вопрос второстепенный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова